Ежегодно до 70% средств районного бюджета направляется на развитие социальной сферы. Строятся новые объекты, проводится большой объем работ по ремонту существующих учреждений. Глава района в еженедельном режиме вместе со специалистами администрации проводит выездные планерки по объектам, где ведутся строительные работы. Подробности в следующем материале выпуска. Учащиеся пятой школы готовятся к новоселью. Совсем скоро на территории учебного заведения будет завершен капитальный ремонт дополнительного корпуса, в котором ранее располагался центр «Кадетское братство». Кадетам выделили другое помещение, а здесь будут размещены учебные кабинеты, столь необходимые образовательные организации. Зданию более ста лет, но, несмотря на возраст, оно очень прочное, с крепкими стенами и фундаментом, которые дополнительно укрепили. Кроме этого, здесь полностью обновят все инженерные сети, кровлю, сделают красивый фасад. На такую масштабную и финансово затратную реконструкцию администрация района пошла, чтобы перевести школу на работу в одну смену. Государством поставлена глобальная задача, чтобы все школы были переведены в работу в одну смену, чтобы была возможность во второй половине дня заниматься с детьми плодотворно, уже внеурочной деятельностью. С вводом этого здания, которое располагает пятью комнатами, учебными комнатами, мы перейдем действительно в одну смену, потому что здесь для нас откроется новых 110 мест. За последние три года было сделано многое, чтобы образовательные организации района работали в одну смену. Построенная успешно работает 12-я школа, где обучаются свыше 1400 учащихся. Введен в строй дополнительный корпус в 18-й школе, несколько дополнительных кабинетов открыто в 17-й школе. После завершения ремонта этот вопрос будет закрыт и в 5-й школе. Капитальный ремонт выполняется на средства краевого и районного бюджета в общей сумме свыше 15 миллионов рублей.